Друзья, всем привет! Наконец-то яркое солнце в Узбекистане, и сегодня мы с вами продолжим тему автоблогинга. Как вы помните, у нас с вами была договоренность в обзоре про трекер 2 2023, что если мы с вами наберем 5000 лайков, мы разгоним мою машину до 150 км в час. Это случилось 5000 лайков я собрала, и теперь мне надо разгонять мою машину. Но здесь случилась такая история, что многие подписчики мне написали в комментариях, что машину с нулевым пробегом нельзя разгонять с такой скоростью. Я растерялась, поэтому не знаю, как мне быть. Пишите в комментариях, что делать, будем ли мы тестировать турбо-двигатель, либо мы подождем 1000 км. Жду от вас в комментариях. Друзья, и сегодня у нас будет обзор трекер турбо 2023 с Kia Seltos. Ну, поехали! Ну, а теперь продолжим наш выпуск. Многие мне писали также в комментариях, что я купила очень дорого машину за 20 тысяч, что я могла купить Kia, либо Hyundai, либо какую-то другую машину. И хотела вас, конечно, проконсультировать по ценам, что у нас здесь в Узбекистане есть в наличии. И такая сложилась история, что мой подписчик предложил мне сравнить мой трекер и Kia Seltos. Друзья, это оба кроссовера класса B. Вот наша красивая Kia Seltos. Правда, она премиальной версии, мой трекер LTZ. Сегодня мы будем с вами рассматривать Kia Seltos премиум комплектации. Что я могу сказать? Что разница в цене между моим трекером и Kia Seltos премиум версии на 2018. Если брать базовую комплектацию, то разница в цене будет 1010 долларов. Друзья, мы специально поставим рядом машину, чтобы вы понимали, насколько разница в длине. Потому что по заявленной длине машин Kia Seltos длиннее сантиметров на 17. Моя чуть меньше. Давайте обратим внимание на диски. Здесь стоят 18 на Kia, у меня 17. Но в базовой комплектации Kia диски стоят также 17. То есть по техническим параметрам очень похожи базовые модели. То есть базовая модель Kia Seltos и трекер LTZ. Не LT, а именно LTZ. Есть парктроники. У меня также есть парктроники. Но из-за того, что это премиум версия, также есть передние парктроники. У меня их, к сожалению, нет. Но если это будет премиум комплектация трекер, то они также имеются. В Seltos есть люк. Но также это премиум комплектация. В комплектации базовой нет люка, как и в моем трекере. Но имейте в виду, мой трекер на 10 тысяч где-то дешевле, чем базовая комплектация Kia. Посмотрим, что внутри. У нас кожаный руль. Ну что, давайте, включим. Музыку сразу сделали потише. Руль у нас кожаный. Не знаю, как в базовой комплектации. Пишите, друзья. Здесь мы в премиум. Давайте обратим внимание на сидения. Конечно, они очень приятные на ощупь. Солнце немножко дает пересвет. Но в целом, я думаю, что будет все вам понятно. Солнце яркое. Съемку мы назначили на яркое время. Три часа дня. Поэтому есть небольшой пересвет. Вот такая вот, значит, панель. Объем двигателя 2.0. 148 лошадиных сил. Чуть-чуть мощнее, чем трекер. Мой трекер 1.2, но турбо. Турбо двигатель разгоняется тоже до 100 где-то за 9 секунд. Трекер разгоняется где-то за 11 секунд. С вами еще будем это проверять. Машина чистая. Так, здесь у нас... Сейчас узнаем, что это за кнопка. Наш экран. Телефон. Медиа. Очень похоже на трекер. Но по качеству видно, что она прям дороже сделана. Но если у вас нет свободных 10 тысяч, то я думаю, что вполне можно начать с трекера. Насколько я читала, что в базовой комплектации именно Киа Селтас, также механический подъем сидения, регулировка сидения, так же, как и в моем трекере. Но здесь в премиум комплектации все автоматическое. Есть климат-контроль. В базовой версии, похоже, его нет. Если я чего-то могу сказать неправильно, вы пишите в комментариях, обязательно меня поправляйте. Но я прочитала перед обзором комплектацию именно базовой модели. И она прям очень-очень схожа с трекером. Именно моей версии ЛТЗ. Поэтому если у вас есть свободные 10 тысяч, там 12 тысяч, конечно, я вам рекомендую купить Киа. Вообще машина по качеству, она другая. Но если у вас нету этих 10 тысяч, вы спокойно можете купить трекер за 20-ку и так же кататься с удовольствием. Что еще могу сказать? Крыша матерчатая. Здесь есть люк. Сидение очень удобное. И, наверное, даже удобнее, чем в трекере. Друзья, если этот ролик наберет 7 тысяч лайков, то мы с вами обязательно сделаем обзор Теслы. Не знаю пока, где ее найду, но для вас я постараюсь ее обязательно отыскать и сделать обзор. Сейчас с вами мы будем проходить тест-драйв. Ребята, теперь давайте посмотрим подкапотное пространство. Очень многие задают вопрос. Покажи, покажи. Вот, показываю. Мотор здесь 2.0 атмосферный, поэтому бензин, как у меня в трекере, не обязательно заливать 95-й, что очень облегчает в Узбекистане всю эту систему, потому что найти хороший бензин в Узбекистане это прям реальная проблема. А теперь посмотрим мотор моей машины. Крышку надо докупить. Крышки у меня не было в комплектации, так что, по-моему, ее докупить надо обязательно, да? Что у меня? Значит, 1.2 турбодвигатель, но обязательно 95-й. Так выглядит мотор. Обратите внимание, гидравлической системы ни для того, ни для другого капота нет. Можно было бы уже что-то придумать, но пока так. Двигаю автоматически кресло. У меня, конечно, с этим проблемы, у меня они механические, но в базовой комплектации Киев они тоже механические. Так, подгоняю кресло. Очень удобное кресло. Прямо кресло и салон, он намного удобнее, чем в трекере. Ну, 100%. Друзья, кресло повторяет анатомию тела. Этого не хватает в трекере, потому что я постоянно настраиваю сидение, и мне не всегда удобно. Здесь прям анатомия. Так, она тяжелее, чем трекер. Что могу сказать? Проехала я 10 метров. Трекер, он как пушинка. Она чувствуется, как будто она прям такая серьезная. А трекер, он, конечно, как игрушечная машинка по сравнению с Киев Селтас. То есть она переключается через кнопку. И хочу показать в первую очередь вам задний ход. Вот здесь на экране, в актронике. То есть до красной линии мне нельзя. Вот сейчас мы назад идем. Вот, значит, все, стоп. Сейчас мы сделаем скорость. Передача D. Это мы едем с обычной скоростью. Друзья, в этой комплектации 6 подушек безопасности. Машину чувствуешь. В мою, когда я села, она, знаете, как игрушечная. Как будто мы на каком-то аттракционе детском. А здесь машина ощущается. Ты чувствуешь габариты. Ты чувствуешь, что она такая плотная, тяжелая. Ну, клевая машина. Копите 10 тысяч сверху трекера и покупайте себе Киев Селтас. Но, кстати, есть какие-то хорошие льготы. Какие-то рассрочки в салонах. Я пока всю эту тему не знаю. Надо изучать. Ну, если вам это интересно, мы, конечно, можем сходить в салон. Все это разузнает для вас. Ну, расскажите, насколько вам это будет полезно и насколько вам это нужно. В целом, базовая комплектация Киев Селтас и ЛТЗ Трекер очень схожи. Разница, ну, прям незначительная. Но по качеству машина она другая. По качеству пластмассы, по качеству ручек, по качеству панелей. То есть она сделана совершенно иначе. Качество обслуживания в салоне Киев намного интереснее, чем в GM. Но, соответственно, и дороже. Поэтому выбирайте себе, что вам нравится больше. Многие говорили, надо было купить себе что-то другое. Но, чтобы накопить 10 тысяч долларов в Узбекистане, нужно прям работать целый год. Это не покладая рук, не спя, не отдыхая и все такое. То есть, чтобы накопить еще сверху 10 тысяч. Поэтому решайте сами. Машина клевая, но немножко дорогая. Друзья, что касается люка. Здесь в топовой комплектации он достаточно небольшой, как у меня в сайте. Но в трекере он прям панорамный. Если мы будем снимать вам трекер, насколько вам нужен трекер премиум? Премьер, да, он называется. Чтобы вы посмотрели, тоже пишите, хотите ли вы обзор на трекер премьер. То есть здесь люк достаточно маленький по сравнению с трекер премьер. Ну, вот такой вот у нас обзорчик получился. Что еще интересует? Здесь также есть у нас круиз-контроль. Друзья, это комплектация Prestige Plus. И здесь 4 ведущих колеса. В моей версии 2 ведущих. Это передние. Ну и базовые Kii тоже передние. Ну, если вы берете покруче за 38 тысяч, то у вас будет полноприводная машина. Видно, что она чуть-чуть по объему салона пошире, чем моя. Но также есть, как и в моей машине, здесь безключевой доступ. Вот кнопочка. Сейчас я вам покажу, что на моей машине тоже она есть с двух сторон. Вот, смотрите, моя комплектация. Паша сказал, не надо мыть машину, будут дожди. И вот у меня тоже безключевой доступ. Знаете, когда она чистая, какая она красивая. Вот посмотрите в обзоре, когда мы делали про трекер. Сейчас сравним багажники, вместимость. Ну, очень похожие. Откройте, пожалуйста, мой тоже. Сейчас сравним вместимость багажников Kii и трекера. Вот он мой. Ну, в принципе, похожие, похожие. Мой поменьше. Павел говорит, мой поменьше. Ну, тоже очень-очень даже. Здесь тоже есть запасное колесо. Вот эта панель открывается. Ой, она даже вот так. Вот этот коврик вы докупали, да, уже? Да. Вот так вот. Да, здесь все покачественнее сделано, чем у нас. Но, соответственно, чуть дороже. То есть коврики также докупались. Что еще? Что-то доделали? Тонировали, да, машину или нет? Боковушки. То есть вот эта тонировка, она уже входит в комплектацию. Но, скорее всего, тоже премиум-версии. Наверное, в базовой такой тонировке нет. Вот крыша с рейлингами. Моя тоже крыша с рейлингами. Это очень похоже. Модели. Поэтому мы сегодня их сравниваем. Напишите, какие вы хотите еще сравнения с моим трекером. Я обязательно для вас сделаю. Что вы подскажете. Может быть, кроссоверы класса B, какие еще существуют. А обзор на трекер мой смотрите в предыдущем выпуске, где мы собираем 5000 лайков. Осталось совсем чуть-чуть. Ну и жду, будем ли мы тестировать турбодвигатель. Друзья, вишенка на торте. Это, конечно же, лампочка в бардачке. Она существует. В Киа она есть. Так что имейте в виду, в трекере ее нет. Так, дверная карта. Что у нас здесь есть? Стеклоподъемники автоматические. Можно открывать, закрывать машину с двери. У нас закрывается она с центральной панели. Регулировка боковых зеркал. То есть они складываются здесь автоматически. Не как в трекере, вручную. Ну вот. Раз. Вот это я так хочу. Друзья, большой плюс. Это автоматическая регулировка боковых зеркал. У нас ни в премиум версии, ни в базовой комплектации этого нет. Бардачок вам показала. Что у нас тут еще за панель? Здесь регулируются фары. Такая же кнопка, как у меня, про которую я спрашивала. Чтобы не скользили на льду. Друзья, многие будут задавать вопрос. Расход бензина. Расход бензина здесь по спецификации 6,9. В трекере около 7-8. Еще фишечка. Проекционный экран. Скорость регулируется на... Так. Вот, смотрите. Выходит экран проекционный. Здесь можно увидеть, с какой скоростью ты едешь. Это прям большая фишечка этой модели. Ну, скорее всего, тоже версии премиум. И что? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Ну, машина, конечно, очень серьезная. Видно по ней. Вот сейчас мы с вами увидим скорость, как будет разгоняться на этом. Окошки. Посмотрим, что там регулируется. Проекционный экран. Это, конечно, прям большое отличие. Не знаю, будет вам видно, нет. Но вот у меня 10, 15. Не пристегнулось. Сейчас мы от солнца отъедем в другую сторону. И будет видно. Машина клевая. Ну, конечно, как можно сравнивать GM и Kia? Только вопрос. Сейчас 15, 25, 24. Сильно не разгоняюсь. Ну, вот это прям фишечка. Ну, для меня. Не знаю, как для вас. Конечно, у многих есть крутые машины, особенно подписчиков США, других стран Европы. Ну, для нас это новиночка. И это приятно. Ну, что, Павел попросил меня еще раз проехаться, чтобы вы хорошо рассмотрели. Обновленный логотип Kia с прошлого года. Друзья, ну что хочу сказать. Получила масса удовольствия. Мне очень нравится снимать для вас автоблоги. Уже как получается. Я думаю, что вы меня поддержите лайками. Машина клевая. Стоит своих денег. Если сравнивать ее, конечно, с трекером. Разница в 10 тысяч. Она ощутимая. Поэтому, если у вас есть свободные 10 тысяч, покупайте Kia. Если у вас их нет, покупайте трекер. Все очень просто. Аж забыла, как моя водится после Kia. Ну, что хочу сказать вам. В базовой комплектации Kia тоже матерчатые сидения. Тоже они не кожаные. То есть, сравнивать, конечно, трекер LTZ и Kia Seltos именно премиум версии, немножко не совсем, конечно, правильно. Не совсем правильно. Но у нас другого варианта пока не было. Благодаря нашей подписчице мы с вами отсняли сегодня клевый выпуск, я считаю. Сравнили две машины в достаточно похожей комплектации. И сейчас мы вернулись в свою. Обзор смотрите здесь. Выходит видео. Либо здесь, где-то в углу. И мы едем дальше. Нам надо отрегулировать двери. Потому что после Kia Seltos с регулировкой ее дверей мне срочно понадобилось отрегулировать двери в своем трекере 2. Ну ладно, скажите, что вам нравится больше? Мой же цвет, он топчик. Или все-таки вам понравилась Kia? Пишите, друзья. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Как вы помните, мы с вами договорились. Если это видео наберет 7000 лайков, мы с вами найдем Теслу и будем кататься на Тесле. Тесла это электрокар. И я думаю, что многим будет эта история интересна. Ну поехали дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!